Детская оздоровительная компания Окончательные итоги подводить еще рано, но пока можно сказать, что жаркий сезон прошел без особых происшествий. Так распространенная в интернете информация о заболевании детей бронхитом в лагере «Ласточка» не подтвердилась. Не зафиксирована вспышка инфекции в «Меликесской звездочке». Основные нарушения выявлены в школьных лагерях с дневным пребыванием. В ремонии распоряжения губернатора была создана Межрежностной комиссией по обеспечению безопасности здоровительных организаций. Она работала в еженедельном режиме под председателем Екатерина Владимировна Куба. Там были все проверяющие организации, все проверки, которые были проведены за прошлую неделю, все очень тщательно рассматривались на этой комиссии с приглашением тех организаций, муниципальных образований, кому были вопросы. Близится начало нового учебного года, и перед работниковым образованием встают и другие традиционные вопросы. Один из них – обеспечение учащихся школьной формой. Региональный Минобор открещивается от приписываемых ему попыток навязать введение обязательной одежды. Все постановления носят лишь рекомендательный характер. Мы для наших родителей лишь обозначали те организации и предприятия нашего региона, которые отшивают школьную форму, ни в коем случае не навязывая приобретению какого-то конкретного производителя. Более того, каждый родитель и законный представитель имеет право приобрести форму либо самостоятельно, либо классом по договоренности с родительским комитетом. Однако введение форменных блузок и пиджаков, жилетов, юбок и брюками вызывает протесты со стороны родителей. На настоящее время у нас все дети, а в школе 867 учащихся на вот август месяц, обеспечены 100% школьной формы. Вот как таковых ярых представителей родительско-общественных, которые отказываются приобретать школьную форму, у нас не выявлено на этот момент. В начало нынешней недели 85% ульяновских школьников обеспечены формой. Всеми с низким доходом ее помогают приобрести в рамках областной акции «Помоги собраться в школу». Егор Цитов, Павел Макаров, новость ульяновской правды.